ким пуруши такая же такие живые существа если вы помните о них рассказывал ким пуруши ким пуруша переводе санскрита называется а пурша это человек лучше тоже одно из названий человека не люди не манушья а пурша что это человеческое живое существо но человек это не животное и ким означает это ким пуруши означает это человек то есть не перепутаете его животным и человек очень высокого уровня их называют а чьете еще на санскрите вы помните сейчас где-то там на памире там на кавказе их называть алмаз ты алмаз снежный человек в газетах и в разных этих передачах телевизионных их называют снежные люди снежный человек никто практически не может сказать что это за странные живые существа здесь среди мира ученых их называют ким пуруша и есть ким пуруша варша и она находится в среднем гималаях это ким пуруша варша варша слово означает место обитания наш остров джамбудвипа называется сейчас я потом расскажу останется время расскажу как это люди а джиоти или снежные люди говорится они сотни раз превышают нас и у них нету мерседесов плееров так сказать компьютеров но все они выше нас интеллектом выше нас умом чувствами они более сострадательны более чисты более любящие и так далее то есть мы практически более отвратительные по отношению к ним но поскольку они ходят голые в шерсти они покрыты шерстью и они выглядят немного как бы как обезьяны так большие огромные такие внешность у них такая необычная поскольку люди в основном эгоистичные очень сильно они считают что если не такой как мы значит все уже ниже и поэтому сейчас это в современном мире в прошлых эпохах им поклонялись ким пурушам им поклонялись или еще их называют ваннеры вы может быть знаете слышали такое эпическое произведение есть древние индии называется ромаина ромаин там как царь рама там спасал сита дэви там ситу свою жену который украл демон которого звали равана он был ракшасой и как там эти ваннеры вот эти вот кимпуруши как бы они помогали ему в сражении огромная армия там был царь но почему-то вот в этой системе в системе современной литературы их там обзывают обезьянами царь обезьян хануман там был то есть вот эти обезьяны они поперли это не обезьян обезьяны животные они не были животными они были кимпурушами и кимпуруши относятся к категории дэвов они божественные натуры и они выше людей по всем своим качествам выше людей и выше людей по вере в бога и по отношению к богу и к любви с другим живым существам они могут полюбить даже врага мы не можем полюбить врага порой люди даже не любят тех кто их любит говорится любовь невежестве или как бы человек невежестве он не любит тех кто любит его страсти человек любит только тех кто любит его а в благости человек благожелатель каждого а в святости человек любит всех любит а всякие вот эти фанатики так стать какие-то чеканутые разные так психически ненормальные люди так сей бубнящий всякую муру это очень страшно они просто несомненно как шастра говорится они несомненно глупы глупы но каждый глупец может постепенно стать мудрецом как вы помните с вами эту историю обсуждали в соответствии с законом кармы как говорится каждый святой имел прошлое и каждый преступник имеет будущее поэтому не осуждают не пытаются думать что святой там прямо весь такой идеальный потому что у него было прошлое либо прошлое рождение либо в этой жизни он где-то там пока пока стал святым мог отклоняться так же и преступник всегда есть надежда что человек изменится поэтому говорится вера надежда любовь любовь так сказать как бы все заканчивается любовью начинается все с веры и заканчивается все любовью так следующее шаяна я уже говорил это космические орлы и здесь уже божественные такие вернее не божественные а вот эти вот полу демоничные или четвертично демоничные и на 75 процентов божественные гандхарвы небесные певцы взрослые живые существа с огромными крыльями самосветящиеся передвигающиеся космическом пространстве без механических средств гандхарва это то что называют архангелы и также они несут функцию в шастрах а пиццы они провозвестники давайте дальше только провозвестники ну как вот допустим можем видеть и затрубил там это то есть они как бы провозглашают что-то провозглашают во вселенной они разные дела утрясают там так далее по они как бы на посылках у высших живых существ они приходят что-то говорят так могут предсказать как-то что-то так далее веток так описывается провозвестники следующий абсары это райские или куртизанки небесные куртизанки люди очень часто куртизанки в русском языке только проститутки есть слово еще есть слово на б и на ш но на самом деле это в советской россии когда интеллигенция вся была уничтожена поэтому так здесь люди они так божий дар с яичницей всегда путаю практически мы с вами дети любинга эти то есть мы шариковы практически такие как бы не то чтобы мы совсем плохи но мы очень невинны это за клим чхонкин и шарик соединенные поэтому на самом деле большой культурой то мы не отличаемся это все признают во всем мире хотя мы любим толстым но толстой не советский был писатель не забывайте ну сейчас мы там пастернаком на пастернак во времена холодной войны получил нобелевскую премию отказался не помните там броски это все это все как бы борьба противоположности поэтому я не считаю что они как бы особо там такие яркие личности просто тот момент это было злободневно так сказать описать эту всю нашу тихий дом весь этот и так далее поэтому но все остальные мы так гордимся чайковским там за тьму они понимают о чем они говорят они говорят о сословиях что среди русских не осталось сословий высоких все это кто пролетариат шудра называется все это пролетариат бывший всякие уголовники сосланы и там и всякие всякое-всякое этого крестьяне рабочий так и крестьяне то на самом деле всех крестьян также перестреляли Крестьяне это тот вайши, живущий в сельской местности. А вайши в сельской местности, в Советской России, был назван кулаком. Поэтому на самом деле крестьян и не осталось. Это были шудры, которые остались в сельской местности. Есть шудры, проживающие в городах, есть шудры, проживающие в сельских местностях. Но на самом деле крестьянин это вайши, которого Советская Россия назвала кулаком. Всех кулаков перестреляли, раскулачили и так далее. То есть практически интеллигенции не осталось. Я уж не говорю о кшатре, потому что расстрел царской семьи это как раз уничтожение кшатрийской родословной на этой территории. Ну вот так считать, что царь всегда был военным человеком. Всегда должен. Царь должен всегда быть военным человеком. Всегда. Сейчас, поскольку шудрянская вся эта система, запах вайши, значит богатые люди стали правителями, а у шудр, так сказать, все вот эти... Ну наши уже. Наши товарищи. Итак, Абсара, небесная куртизанка. Если кто-то из вас знает, слово куртизанка, оно не русское. Култизанка. Култизанка. Это французское слово. То есть не совсем проститутка. К куртизанкам относились очень с большим... Это как в Японии гейши. Гейши это не просто проститутка какая-то. Гейши обладали очень высоким уровнем образования, культуры, интеллекта. Гейшам кланились. Когда гейшу несли на паланкине, гейшам кланились. Вслед всегда. Все высокие чины, тузы, так сказать, общество, аристократия. Они очень уважительно относились к гейшам, поскольку они несли бремя похотливых мужчин. То есть они как бы помогали обществу, чтобы, как в ведах говорится, что существует очень много похотливых мужчин, которые не могут удовлетворяться сексуальной жизнью со своими женами. И дабы они не соблазняли целомудренных дев, должны быть женщины, которые могут взять на себя бремя куртизанка. В русском варианте бремя вот этих личностей, которые как бы такую жертву делают. То есть женщины, которые берут на себя бремя вот этих похотливых мужчин, чтобы они не стали орудием для соблазнения целомудренных дев. Поскольку целомудрие – это божественное качество. Физическое целомудрие, потом нравственное и так далее, и так далее. Все, всевозможное. Это как бы комплекс слова «целая мудрость». То есть вы не думаете, мы с вами обсуждали это в прошлые годы. Я вам рассказывал, что существует 12 пунктов. 12 пунктов, что такое целомудрие. Целая мудрость, надо понять, что такое целомудренность. Итак, эти куртизанки, небесные куртизанки – это даже не гейши и не куртизан. То есть не французские вот эти, которые обслуживали придворных, богатых людей и так далее. Они были в свете, они были несметно богаты. И очень уважительны в обществе они были. Очень уважительны. Я думаю, если кто-то из вас какую-то литературу читал, классическую, наверняка, может быть, могли это заметить, что советская проститутка и куртизанка – это разные вещи. Или там, кстати, гейши, то, что мы представим, как там стоят на улицах, в ресторанах или в гостиницах – это немножко другое. Там, кстати, они сейчас появилась такая плеяда новориши, так сказать, новорусских. Там они заканчивают им яз, там, или они там с высшим образованием такие тетеньки, так сказать, за баксы, так сказать, за то, за сетки. И они думают, что они гейши. Но гейши – это совсем другое. Это не в смысле, что вы по-английски шпарите или знаете как раз. Гейша, она знает философию. Вот в чем была возвышенность гейши. Она знала философию. И не просто какую-то философию. Она была просто совершенно в любой религиозной философии, в любой мирской философии. Они были философы. И они очень хорошо разбирались, чтобы разобраться в философии, вы должны что-то культивировать. То есть не просто теоретически, вы должны через себя пропустить. Почему гейши так уважали? Они были очень мудры. Великие люди вдохновлялись общением с гейшами, чтобы управлять государствами. Там, там, сям, 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 сям. Я не шучу. Это непростые. Так вот, есть также небесные куртизанки, которые называются Абсара. Есть такая планета, называется Абсара Лока. Это Абсары, которые находятся во взаимоотношениях с полубогами, дэвами. 33 миллиона полубогов. Бог один, 33 миллиона полубогов. И есть вот эти женщины, божественные куртизанки. Абсары их называют. Особенно функция Абсар связана с двумя видами деятельности. Они удовлетворяют всевозможные желания полубогов. И в соответствии с писаниями, только на планете Земля и еще на некоторых планетарных системах прелюбодеяния считается грехом. Среди полубогов секс с другой женщиной не считается греховной деятельностью. Поэтому они не несут кармических реакций. И поэтому, когда жизнь полубогов, когда полубоги очень много общались с людьми, даже в начале Кали-Юги, говорится, первые тысячи лет, люди получали возможность, даже простые люди, видеть полубогов, общаться. Были разные браки даже между полубогами и женщинами. То люди стали подражать полубогам жизни полубогов, вот их вот как бы сексуальной жизни, что вылилось в определенные вот эти, как бы, истории, связанные с разными империями, которые считали, там, допустим, гомосексуализм, лесбиянство, там, или что-то еще, групповые сексуальные оргии принадлежностью аристократической знати. То есть это не просто грех был, а простолюдины даже не допускались, поскольку это было как бы проявлением высочайшей божественности, они считали. Это было осуждено, естественно, впоследствии. Но почему это происходило? Они подражали жизни полубогов. Если вы сейчас возьмете и проанализируете античное изобразительное искусство, там, вот, вояние, там, допустим, скульптуру, вы увидите, что никогда не изображались простые люди, даже царей вы не увидите. Ни одного. Ни одного героя вы не увидите. Только жизнь полубогов. Если картина, там, только полубоги в небесах. На облаках они там наслаждаются. Все голые, помните, да? Кто-то из вас, если изучал эту тему. Обычно люди сейчас в России очень, вот, даже в советские времена более, так сказать, люди, по крайней мере, это видели. Хоть они интересовались, хоть они и получали какое-то не свое решение, как к этому относиться, потому что относиться нужно было с классовых позиций к всему. И поэтому, да, везде обучали так. То, по крайней мере, людей как-то водили на выставки, на что-то молодежь интересовалась. То сейчас, в общем, гнусное положение дело. Все расфуфыренные, так сказать, в дубленках, там, в чем-то. Но интеллект от Эдиты Пьехи до Эдиты... Пакт. Пакт. Это пакт. Как говорят, английский интеллигент до синевы побрит, слегка подпит, интеллект от Баха до Фейербаха. И такой, русский интеллигент до синевы побрит, английский интеллигент до синевы побрит, слегка подпит, интеллект от Баха до Фейербаха. Русский интеллигент. Да синевый подпит, слегка подбрит. Интеллект от Эдиты Пьехи до Эдиты Пьехи. Точно. И вот мы можем видеть в искусстве жизнь небожителей. Откуда люди знали? Вы что думаете, они фантазировали что ли это всё? Сатиры там всевозможные, знаете, да? Черти, которые христианцы чертями считаются. А там сатиры. Мы говорим, сатира. Слово откуда? Сатирикон. Юмор. Ты убит называется. Мор. Морок. Знаете, да? Заморочить. Морок. Смерть означает. Мритюм на санскрите означает. И сатира. Это выискивание недостатков и высмеивание недостатков. Это не божественное качество. Это качество демоническое. Выискивание недостатков и высмеивание недостатков. И говорится иногда, божественные натуры видят недостатки, но они их не высмеивают. Они пытаются помочь человеку исправить этот недостаток. Улавливаете, да, в чем разница? Они тоже видят недостатки, но они их не высмеют, они пытаются помочь. Это смешно, это все нормально. Это сатира, сатиры. И вот много людей сейчас даже, вот я смотрю, взрослые люди вообще не разбираются ни в чем. Живут вот бизнесом, деньги, 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 все. Весь интеллект их вот только вот в этих областях. Современный концерт попсняет, а вся там, собственно, ничего. То есть, братва, криминал, система такая, интеллект очень слабенький. И читает всякую-то муру, какие-то вот эти бестсиллеры. И вот смотришь на вот эти книжки с ножами, какие-то голые женщины на обложках. И вот эти книжки миллионными тиражами расходятся. И люди читают, это самая читаемая литература. Как вы видели, раньше кроссворд был, фиг отгадаешь. А сейчас вы всегда побеждаете, всегда, потому что для дураков уже. И спрос на такие кроссворды, коммерческие, если те показывали кроссворды, что вы дурак, вам надо образовываться, то эти показывают, что вы великая личность, вы уже все знаете. И человек, несомненно, берет то, в чем он великий, а он просто дурак. Там примерно как такой вопрос, отгадай загадку. На ля начинается, ногушка кончается. Вот там примерно такое, сканворды вот эти. Угадайте, такая квадратик, и там написано. На ля начинается, ногушка кончается. И так, лягушка. И вы так что думаете? Опа, лягушка так, кстати. И есть такие кроссворды уже для, совсем уже для лыги. Они уже не здесь, в общем. Тоже там, говорит, отгадай загадку. На ля начинается, ногушка кончается. Кто-то думал, думал, говорит, танк! А тот кричит, ты знал, ты знал! Ты сам даже не знаешь, что такое это. Это уже все так, совсем. И так, это Абсары. Небесные куртизанки и их функция обслуживать полубогов и мешать святым совершать подвижничество. Да. Вы можете прочитать, во всех системах религиозных описываются небесные куртизанки. Везде. Христианство просто переполнено этими описаниями. Буддизм переполнен. Мусульманство переполнено. И, несомненно, индуизм, и все остальные. Как святые, как только они начинали совершать подвижность, достигали очень высокого уровня, как эти небесные куртизанки, эти Абсары приходили к ним и начинали их соблазнять. Искушать их. То есть, их задача проверить, осталось ли в сердце этого святого вожделение. Достоин ли он подняться на более высокий уровень. Поэтому они на высших планетарных системах, они божественные функции выполняют. Хотя они Абсары. Поэтому не путайте. Если вы ограничитесь, так сказать, своим колодцем только, то вы будете к ним думать, что это как бы не бес... Потому что проститутка, какая разница, небесная или такая? Проститутка, она есть проститутка, она есть проститутка. Всех расстрелять, убить, грех. Ну, значит, вы уже так не здесь тоже. Вы уже тоже не здесь. С вами надо работать еще. Работать. Ликбез. То все, так сказать. Это ВПШ. Надо пройти еще раз по кругу, пока вы разберетесь, что как. Итак, следующие живые существа называются ураги. Ураги. Драконы-полубоги. Не демоны. Драконы-полубоги. Ураги называются. И древняя история древних народов, вы знаете, да, очень много связано с божественными драконами. Не с демоническими драконами. Есть драконы-демонические, демоны. А это ураги, это драконы-полубоги, проживающие. Урага-Лока есть. Они проживают на высшей планете, целое созвездие есть. Они проживают на... И эти легенды. Легенды старого мира. Помните, да? Там рыцари Нового Завета и рыцари Старого Ветхого Завета. Рыцари Нового Завета это уже деньги. Рыцари Ветхого Завета это честь. Ну, Старого Завета. Так иногда называют, хотя это абсолютно чушь. Новый Завет и Старый Завет. Вы знаете, да, просто есть такое понятие Тора и так далее. То есть это как бы уже люди не совсем разбирающиеся в этих тонкостях. Но на самом деле были люди чести и были люди политики. Войны политики и войны, божественные войны. Это немного разные рыцари были. Одни защищали религиозные принципы. Это рыцари Кшатрии. Другие защищали политические, если возможно. Это уже не Кшатрии. Это рыцари Вайши. Да, рыцари Вайши. Это не Кшатрии. То есть они не настоящие войны. Что они вдохновлялись на поединок не религиозными принципами, а вдохновлялись на поединок политикой. Политическими соображениями, разными неприязнями к другим народам и так далее. Гордостью, что надо насадить свою религию всему миру. Там все эти крестовые походы, да и всякое, это очень много, что было. Это совершенно иное. И если вы помните, в истории описываются две разновидности распространения христианства. Как христианство распространяется через святых, и христианство распространенное крестоносцами. И между этими двумя формами распространения христианства просто огромная пропасть. Пропасть. И бывают, значит, вы помните, насажденные народы, которым насадили определенные виды религии, определенные представления. И есть те, которые выбрали, видя пример, и привлеченные, то есть видя как святых. И вы знаете, Россия, она была покрещена мечом огнем. Но за тысячи лет все так адаптировалось, что об этом даже не упоминает никто. А более того, на сегодняшний день даже пытаются исказить эти факты. То есть пытаются представить, что все было очень мирно, добровольно и так далее. Но это неправда, это исторически не подтверждено. Даже в школах мы все это изучали, так сказать, история Древней Руси, так сказать. Хотя сейчас хотят это изменить. То есть я думаю, что если дело так дальше пойдет, через некоторое время дети или студенты, они даже не будут знать об этом. Не то, чтобы будут что-то другое говорить, а просто уберут вообще эту тему. Потому что тысячи лет для многих людей, которые не обладают широким кругозором, люди, вот я помню, когда мы были пионерами, для нас при царе это была самая большая древность. Да, так воспитывали советских детей, что при царе это было вообще, ну я не знаю, как в Сатя-Югу, наверное. Да, что это было миллионы, и мы все мерили, при царе или не при царе. И когда кто-то говорит, да еще при царе, это было, а-а-а, это значит все уже, это уже древнее некуда при царе, если. И, конечно, с таким узким кругозором интеллектом во времени люди мало что могут понять, мало что могут воспринимать. Вот это временное ощущение, можно загнать людей в очень такое, в 8 рабочих часов. Я понимаю, почему они делают, потому что было понятие такое, трудодни, и оно осталось, сейчас это ушло, но тогда в Советском Союзе слово работа и трудодни, и время рабочее, помните, да, гудок, и попер, пошел, и вся жизнь проходила от гудка до гудка, от звонка потом стало до звонка, так сказать. Это время, сжимали время в сознании людей. Говорится, чтобы эксплуатировать человека, нужно сжать его историю, сжать его время. И тогда просто появляется баран, которого вы можете пинать, так сказать, легать, он будет бежать, куда вам надо, и так далее. Блеять. Следующий, так, ситхи, космические путешественники. Ситхи, космические путешественники. Это полубоги, человеческие живые существа уровня полубогов, которые перемещаются по Вселенной, в любую точку Вселенной, заодно трути. Если вы помните, трути равна 33,750 тысячных одной доли секунды. То есть им нужна трути, чтобы переместиться в своем теле в любую точку Вселенной. Эти ситхи, как правило, они помогают разным святым людям, очень искренним, сердечным людям. Они появляются перед ними и помогают им. Как правило, ситхи, они бывают мессиями. Ситхи. Они приходят и помогают живым существам. Но они не пользуются никакими летательными аппаратами, абсолютно. Они могут перемещаться в космосе. Вот это как бы процесс телепортации. То есть они двигаются в эфирных коридорах, которые называются Акаша-Патана. Акаша-Эфир-Патана-Коридор. Эфирные коридоры. Мы с вами также эту тему обсудили, чтобы вы не забыли, вам напомню, что современные ученые сейчас подошли к этой разгадке очень странной. Но они считают, что в эфире любой объект или информация распространяется в 900 миллионов раз быстрее скорости света. Можете себе представить. Это они современные. То есть это торсионные поля. То есть они пришли. Но в шастрах описывал, что есть разновидность Акаши и есть перемещение там Мана-Джавана со скоростью мысли. Скорость мысли, естественно, быстрее скорости света. Мысль быстрее скорости света. Но современная наука, она как бы, скорость света для нее предел. Все, скоростью света. Парсегами там. Но ведическая литература описывает разновидности скоростей, которые не просто в 900 миллионов раз превышающие скорость света. На сегодня они говорят. Но там описываются куда большие скорости, которые в 900 даже и не сравниваются со скоростью света. Скорость света достаточно медленная в соответствии с космическими измерениями. Скорость света это тихоходность. Но мы так деградировали, что мы считаем так прогресс. У нас даже ни один аппарат не перемещается со скоростью света. А Виманика Шастра объясняет даже Мана-Джавана, допустим. Вимана перемещающая со скоростью мысли. Скорость мысли там, кстати, вообще там. Даже крати, трути там не упоминаются. Лавы, так сказать. Количество атомов. Говорится, время это тот период, за который луч света проходит сквозь атом. Атомарное время. Наука атомарного времени. Современные ученые практически не могут разобраться, что такое время. И вот как раз во второй песне Махапурана, Бхагава там, описывается, что такое время. Как период, за который луч солнца проходит сквозь один атом. И там атомарное время. Два атома, три атома, четыре атома и так далее. Начинается. И все. Можно понять, что такое время. Космические путешественники. Следующее. Кинары. Кинары. Две категории кинаров существуют. Это полулюди, полулошади. И полулюди, полуорлы. Это категория полубогов. Они относятся к божественной природе. И может быть даже такое созвучное слово появилось. Кентавра. Кинары их на санскрите называют. Кинары. Полулошади. Я как-то в одной книжке читал, в одном учебнике в свое время, когда учился, прочитал такую интересную вещь. Ну, ученые, в общем-то, вот я думаю, вот такой извращенный ум надо иметь уже. Ну, это вообще. Вот помните, как там смотрят, вот, летающая тарелка, да, и они начинают там. Это массовая галлюцинация, это, да, там, атмосферные явления. И что только они выдумывают. Вот стоят, смотрят, потому что такого не может быть, потому что такого не может быть вообще. Вот у них больные люди. И вот они там, значит, нашли эпосы, значит, кентавры, где описываются. Ну, это во многих культурах описываются кентавры, полулюди, полу, значит, тело. И очень много осталось татуи, изображения этих людей. И они там пишут. На самом деле, одни были очень продвинутые, у них были лошади. А другие были дикие и тупые. И когда они увидели всадников, то они подумали, о, полулошадь, получеловек. И нарисовали эти изображения. Вот я говорю, таких людей, ну, вообще гнать надо поганой метлой. Они учебники, и там подписано. Академия к академии наук. О, кошмар. Ужасно. Это ужасно. Они переводят арийцы, скотоводы. И представляете, людей учат этому в институтах, в университетах. Востоковеды. Даже не представляете, какова наука. И как она претендует. Ужасно. Такое невежество повсеместное. Просто даже не можете себе представить. Это ужасно. Это ужасно. Это плачевно. Это плачевно. Как святой Августин пишет свой апокриф. Августина канонизировали. Но его апокрифа нет. А он пишет. Только глупец может не знать, что существует не пафна в дуз. Дузы, пафны. Там разные там. Как там они называются? Я уже забыл. Дузы, пафны. Суккубы, инкубы. О! А вот это вот эти все живые существа. Другого уровня. Там он описывает тузы. Это как бы полу-люди, полу-насекомые. Полу-люди, полу-насекомые. Потом там полу-люди, полу-лошади. Черти. И он там описывается на апокрифе. И если вы начнете сравнивать с ведической концепцией, то он прекрасно понимал, чем заселена вселенная, что это реальное и живое существо. И его трактаты, и его апокрифы. Он-то святой, но что он там с дуру написал? Очень интересно. Очень интересно. И прямо целая огромная история. Вот в чем так может быть есть какой-то момент положительный, может быть, в католической документации, в Писании, что католики, они как бы изучают это. Если кто-то прям боится касаться этого, там, ой, 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 дьяволизм, астрология, дьявол, а то, дьявол, все. То они изучают. Католики не отвергают, что есть реинкарнация. Католики не отвергают, что существует закон кармы. Но они не делают это как бы во всеуслышание. Но они изучают это. Они ходят в Шамбалу в течение многих тысячелетий. То есть вот две тысячи лет христианства, они где-то, ну, наверняка, тысячу лет точно. И там описываются экспедиции, секретные экспедиции, как папский двор финансирует это все. Они... Потому что в апокрифах осталась эта запись. Остались записи, так, кстати, вы помните, когда я рассказывал, как Натович открыл это, доказал. И когда попытался он встретиться с папой, папа его не принял, какой-то кардинал там заведующий Ватиканской библиотеки его с ним. Выслушал его, и у него было разрешение показать Натовичу. И он пришел, эти... Сколько? 16 потерянных лет Христа. В христианстве есть такое понятие. 16 утерянных лет Христа. Никто, ни один вам священник не будет рассказывать, где был Христос 16 лет. То есть там, допустим, он в 13 лет там Евангелие заканчивается, потом в 16 лет вообще, будто бы этого человека не существует, и он появляется в возрасте, так сказать, 30 лет, там 20-30, и он там начинает крестить. Ну, это вся эта история. До 33, до распятия. Все. 16 лет такой яркой личности вычеркнуто. И когда, значит, они приезжают в Ватикан, почему именно в Ватикан? Как вы думаете, почему они не пошли в православие или куда-то протестантам? Только по этой причине. Только по этой причине. Ну, что они... Ну, отрез, то есть, все, догма есть и все. Все уже. Даже не будут разбираться с вами. Все уже на вас, так сказать, глазами, так сказать, одержимого будут смотреть, что вы одержимы, что сатана, так сказать, и все. Вы наверняка замечали во многих местах, во многих диалогах, это от дьявола. Нет никакого объяснения просто сразу, это от дьявола. Ват пойдешь. Почему как? Вот даже под чему спрашиваешь, ват пойдешь. Очень странно. Я не думаю, что современного человека это бы устроило. Когда люди были тупые, необразованные, тогда это работает. Чем менее, так сказать, образованный человек, это все догмами можно. Но когда люди уже, так сказать, извиняюсь за выражение, летают в космос, так сказать, знают, как разглядеть, так сказать, атомы водорода, так сказать, многомерности пространства и все остальное, и тут им такие, чушь такой молотить, какие-то анахронизмы какие-то, там, я не знаю, это бабкиные рассказы, нормальный человек не примет этого. Представляете, там, физик, там, академик. Вы знаете, да, здесь очень много физиков, религиозных людей, академики, но они, с ними начинаешь разговаривать, они научно, для них как бы религия, наука целая. Потому что, мы говорили с вами, да, сейчас наука возвращается в религию, к матери вернулась, как блудный сын. Потому что, как бы религия, из нее и вышли все до одной науки. Все до одной, математика, астрономия, что угодно. Потом взяла и делилась еще, еще обозвала все, религию, всяко разно там. Дурной ребенок, так сказать. Кто тебя просил меня рожать, любимая тема, так сказать, детей, так же это произошло. И очень странно. И Натович приехал туда, и кардинал провел его в эту ватиканскую библиотеку, и он там описывает, открыли мне там такой коридор, и все в книгах такое. И он говорит, все до одной этой книги о 16-ти годах Иисуса в Индии. Натович взял, он говорит, я могу я посмотреть? Пожалуйста, вы думали, что вы сделали открытие? Он заулыбался. Ах, люди, люди. И он открыл, и там на самом деле, что как, он где, что достаточно объективный. И он говорит, а почему люди не знают об этом? И у них есть своя теория. Зачем? Люди и так безбожники, и так они не патриоты, и пошло это все. Но, говорится, сокрытием истины никогда не построите благо. Это нарушение религиозного принципа. Знаете, да? Это сокрытие. Почему? Потому что есть политические соображения, влияние, все требуют влияния. Какой-то, бывает, предвзятость, какой-то момент фанатизма, момент гордыни, может быть, и так далее. Вот для меня, допустим, Христос меньше не стал, что я узнал, что там, для меня он стал еще больше даже. Еще больше, более значимая фигура, когда я, допустим, в ведических произведениях прочитал его миссию, какая личность там пишется, человек в Айкунтхе, то есть, что он из духовного мира, со специальной миссией приходит, что Бог за ним, то есть, для меня еще выше стал, то есть, еще подтверждение, то есть, ведов находят, и как-то все объективно описывается, что он создаст мировую религиозную систему, там, только уважение к ведам еще больше появилось, и больше к Христу. Но послушаешь этих христиан, порой, ну, просто диву даешься необразованности, вот этому, фанатизму какому-то, догмату, то есть, бескультурию, вот я говорю, бескультурию. Тут даже, даже не вопрос образованности, а бескультурия какого-то, оголделого бескультурия, оголделого, вот оболваненный есть человек, это который просто слепо верит, и все, вот это оболваненные люди. Также это в любой системе есть, в ведической системе, вы приезжаете в Индию, там оболваненных индусов, знаете, море, которые ничего не знают вообще, и вы им рассказываете. Я помню, когда приехал, там, с Тибета, и там, два буддийских священника, они изучили все ритуалы, все уже, людей принимали, они не знали, не понимали философию, и мне пришлось им философию объяснять буддийскую, они приходили очень внимательно слушать, я говорю, а как вы там людям-то это? Ну, а люди говорят, что им философия нафиг не нужна? Это ужасно, вот так же вот эти священники, они не знают ни философии, ни истории, ничего, ну, или, если знают, то это так используется просто фанатично, так вот, ну, как бы, догмами вот этим, то есть используют, даже научно, чтобы просто отстоять свое, и все. Такая нетерпимость, ну, что такое, скрыто, и скрыто они других не принимают, на самом деле. Внешне они принимают, ой, да, 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 конечно, там, буддист, да, ты тоже религию, но внутренне они не принимают буддизм, как религию. Дайте им волю буддистов не будет. Я серьезно говорю, дать волю мусульман тоже не будет. Будет только одно христианство. Странно. А в ведической системе говорится, что христианство, буддизм, мусульманство является авторитетным словом Божьим для разных уровней сознания. Да? Что это обязательно должно иметь место. И объединяют определенных людей. Шаманизм. И так далее. То есть очень много. И, допустим, мне с моим мировоззрением, так сказать, куда, куда, как сказать, эти объяснения в большей степени подходят. Потому что я, как бы, вижу связанными всех людей между собой, какой бы они нации не были, или какого уровня, они все между собой. А есть какие-то люди, которые не связаны. Вот обязательно вы должны. То есть навязывать, заставить, это означает посягнуть на что? На свободу. Это как вот НЛОшники. Вы идете по улице, раз НЛО, или там вы едете на машине, остановилась, вас взяли, взяли у вас сперву. Ну, как вы думаете, это посягательство на вашу свободу? И потом говорят, это божественная тарелка прилетела. Вы шутите? Это четкие, яркие признаки демонической системы. Потому что деятельность сама выказывает посягательство на свободу человека. Если бы вы спустились, сказали, у нас там проблема, там с первой, не можете немного дать? Пожалуйста. Ну, там у нас проблема. Ну, если нет, то, пожалуйста, мы как бы уходим, улетаем дальше, так сказать, на своей тарелке. Ну, еще понятно, что-то там есть, какая-то культура, цивилизация. Но вас просто берут, хоп-хоп, на место, еще амнезию, вы как дурачок. И потом последствия какие? Вас психушку, так сказать, если вы что-то вспоминаете, на вас все смотрят как на сумасшедшего. Они вашу жизнь убили, уничтожили вас. Вы уже не можете жить как настоящая. Все, вы уничтожены. Разве божественная личность так может поступить с кем-то. Божественная природа, натура. И люди еще думают, какие они хорошие, они просто необразованные, безкультурные. Никто не будет посягать на вас в свободу. Это только проявление негативной природы, когда вас просто как бараров, так сказать, воспринимают. Нет. Это очень важный момент, тоже так же, знание, которое вы должны обмозговывать, обдумывать, тщательно и делать собственный выбор. В какую сторону, как, что, что принять, что отвергнуть. Это очень важно, поскольку в шастрах говорится, лишь глупец принимает все сразу, не обдумав. Лишь глупец. Говорится, подвергнуть сомнением, это значит обладать разумом. Да. Человек должен подвергнуть сомнением, то есть проверить. То есть, почему мы говорили, вера, что такое вера? Это полная убежденность в чем-либо, основанное на знаниях. Вера, лишенное знание, это фанатизм и сентиментализм. А знание, лишенное веры, это философская спекуляция. Так что, давайте на этом на сегодня мы с вами закончим. Следующее занятие у нас будет во вторник следующей недели. Через неделю. А, ой, через неделю. Прошу прощения, я уезжаю. Да, вот Рома сейчас у нас хочет, я хочу или ты? Значит, Рома, скажи. неэтично обращать людей в свое знание, в свои какие-то интересы. Это неэтично. То есть, это проявление невежества. То есть, вы разрушаете свою жизнь и жизнь другого человека. Даже если это ваша мать, сын, отец, друг, если вы что-то пытаетесь навязать, вы можете что-то рассказывать, когда человек слушает, хочет это слышать. Но заставлять его слушать, заставлять его действовать или принимать что-то, вы не должны. Это неэтично. То есть, я хотел бы еще раз, то есть, сегодняшняя тема как бы так скрыто прошла основная мысль, что ни в коем случае нельзя посягать что-то на свободу выбора людей. Куда там скрыть, скрыто я не знаю, конечно, прямо, прямо и говорил бы. Всегда надо быть осторожными с людьми, которые просто навязывают что-то или так далее. Что если у вас есть знание, есть вера, очень сильная вера, основанная на знании, то вы всегда просто сможете человеку правильно подать это. И если у вас есть вера, вы сможете как бы не посягать на свободу человека, выбор ему предоставить. Но если вы фанатик или сентименталист, тогда фанатики просто будут навязывать, а сентименталист будут все эти эмоции, все это, такую слезу там крокодилию. Будьте внимательны, вы молоды, не будьте опрометчивы, еще раз говорю, не будьте торопливы, не делайте скоропалительных выводов, и перед тем, как действуете, все хорошо обдумайте. Говорится, что нужно обдумать все плюсы и минусы. Если вы видите, что минусов больше, чем плюсов, отвергнете, то есть уберите. Не говорите, это плохо, вы увидели в этом, вы лично увидели, больше минусов лично вы, чем плюсов. Даже если там есть плюсы, не прельщайтесь. Почему? Потому что минусов больше. Значит, если вы будете лично вы начнете это делать, это больше причинит беспокойство вам и окружающим, чем хорошим. Что-то будет хорошее, но оно не стоит таких минусов. Если вы все хорошенько обдумали, все взвесили и увидели, что и плюсов, и минусов равно, это будет пустая трата времени. Сколько усилий вы затратите, столько вы обратно получите. То есть прибыли не будет, вы не обогатитесь. Только в том случае приступайте к определенной деятельности, если плюсов больше, чем минусов. В том, что вы общаетесь с кем-то, действуете, как же все живете, как всегда все взвешивайте. Разум это способность взвешивать, то есть дискриминировать, выбирать, различать, что плюсы и минусы различны. Это прибавляет мне, а это вычитает. Вы понимаете, разум. Пользуйтесь разумом. По крайней мере, цель наших всех занятий всегда была одна. Это по крайней мере проинформировать или дать просветить, чтобы у вас было какое-то представление, что это такое, чтобы вы понимали, что это такое. Не то, чтобы вы принимали это, а по крайней мере знали, что это вот так, вот так, а не как на заборе напишут, как это выглядит. По крайней мере, культура какая-то у вас была. Как это говорят, прославляй свои степи, не унижая чужих гор. Чтобы вы как бы прославляли свою культуру, может быть, свое какое-то представление, не унижая других. Тогда я считаю, что вы стали на самом деле образованными, культурными людьми и с такими людьми приятно общаться всегда и жить рядом, даже если они не разделяют каких-то наших вкусов и взглядов. По крайней мере, они их не унижают и не пытаются козни чинить. Понимаете? Тогда есть как бы какое-то содружество, терпимость, это все, о чем все время там ляпают по телевизору. Давайте будем терпимыми, всех уничтожим, вот этих, кто там против нас. Поэтому наш факультет называется факультет культуры. Поэтому и несем свои функции и задачи выполняем. Культурный человек это тот человек, который на самом деле прославляет свои степи, не унижая чужих гор, не посягает на свободу выбора людей. Помните это. Поэтому никого никогда не обращайте ни во что, ни в коммунизм, ни в христианство, ни в мусульманство, ни в индуизм, ни там, что там еще у нас есть, сатанизм, что там еще у нас есть, анонизм, пессимизм, фанатизм, что во все эти измы, клизмы не поспешите. Не навязывайте никому свои клизмы. Если они помогают вам, не надо их навязывать другим. Ой, клизмы, это так хорошо. Я почему вспомнил, недавно, одна женщина мне говорит, она экстрасенс какой-то, очень сильно, где-то она там, ну, кто-то ей написал, да ты там живешь в Иркутске, да там ты знаешь, что-то кстати есть, там Леонид Максимович такой, ой, да, в общем, как-то она, не знаю, каким она способом, короче, она встретилась, я с ней, и она там видит все органы насквозь, ну, она рентген, бывшая, у нее фамилия рентген, да нет, в прошлой жизни, шутка, и она мне говорит, Робка, правда? и Робка туда ежит, правда? Я смотрел сразу фильм такой, был там, солдат такой, пилотка у него на ушах, значит, ну, домики, такая шея худая, этот бардачок вот такой, значит, ну, такой, только-то, его поставили там на КПП дежурить, да, и он там, ну, кто-то звонит, и говорит там, такого-то такого, позови мне, а ему сказали, спроси, кто и откуда, а он говорит, а вы откуда, тут говорит, отверблюда, ну, тот какой-то там офицер большой, а тот такой, как отверблюда? Так же и слышно, рентген? И она мне говорит, вот, Леонид Максимович, я вот вашу кишку вижу, да прямой, ну, я серьезно, я не шучу, она серьезно, она как бы мне говорит, вот вы не обижаетесь, там, то-се, мы с ней поговорили, там, там, всех этих, ну, обо всех, вот об этих, делах, там, обычно же люди, там, ой, у меня был такой сон, ко мне Бог приходил, там, голоса, там, ну, я там все вижу, и она говорит, я вижу вашу прямую кишку, и у меня, знаете, такое сразу желание, как-то закрыться, знаете, думаю, какая она у меня, там, это прямая кишка, она же, ну, а я смеюсь, говорю, она еще прямая у меня, она говорит, вы не смейтесь, а значит, я надавая мне про кишку, вот, какую функцию кишка, кишка прямая, выполняет, так сказать, и так далее, что вот она там, через нее высасывается, рассадывается, я там, мне говорит, вы понимаете, как, что вы, чего вы себя лишаете? Клизмы! Я говорю, в каком смысле? Клизма, клизма, это все, клизма спасения, я надаваю, клизм, вытащил из сумки клизму, такой, наверное, литровая, я думаю, что это литровая, такая зеленая, такая, я говорю, ну, что он стоит, хотите, я ему ее подарю? Я тогда мне отстала, я, ну, поскольку я понимаю, что она так хочет мне добра, я говорю, хорошо, ну, давайте, спасибо, так сказать, сижу с клизмой, и тут два человека заходят, ну, ко мне, я сижу с клизмой в руках, с таким, с таким видом, как царь на троне, сдержава, сдержава, с этой, еще скипетра не хватило, тут уже держава есть, люди некоторые навязывают, навязывают, прямо вас, если вы на, и приходят, да, 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 конечно, все, теперь каждое утро, только перед сном, утром, и вечером, и днем, ах, конечно, клизма хорошо, но, говорится, надо знать, время, место, обстоятельства, кому, что там, кому, что, кому, и она мне, вот, вы знаете, кто такая, нефертити? Я говорю, ну, да, знаю, вы знаете, что признаки ее молодости были, все секреты ее молодости, в чем? нефертити? Я это читал, вот, а она начала, так сделала, так, как ваксон, я знаю, ну, я буду нефертити, она была нефертити, теперь я стану нефертитем, людей склоны навязывать, если бы она где-то вот так же написала, так сказать, волшебное свойство клизмы, лекции читает, такая-такая, я бы не пошел, я знаю, что клизмы, на самом деле, кишечник, это не секрет, но сделать из этого самое важное в жизни, что это самое главное, и что она говорит мне, люди такие невежественные, они даже не понимают целебность клизм, о чем с ними разговаривать, я говорю, так вы все, клизмами мерите, так сказать, интеллект людей, так сказать, кто понимает целительность клизмы, тот, значит, продвинутый, кто не понимает, тот, значит, все, ведь у всех свои критерии, своя линейка, у каждого своя собственная линейка, и он мерит ей. Итак, мы продолжим.